Другие деревья, они же заботятся о своем потомстве, и чтобы свое потомство дало сходы, создают такие условия, рост в соседних растениях, чтобы перетармозить. А еще можно спросить о гинге, а не в каких условиях вырастать? Гинге-билоба любит влажные условия. А температурный режим? А температурный режим, вот здесь хорошо растет, в Абхазии растет хорошо, Гусман Менрибаев сажает в республике Татарстан. Ну и все равно это ведет и холодно. Да. Не, в Татарстане так холодно это же получается. С чем сравнить? Ну, сравнить с югом. Игорь Арапов выращивает в Перми, но в тех краях минус 48 бывает. Да, тогда получается достаточно морозостойкость. Да, морозостойкость хорошая. Значит, влажность должна быть? Да, влажно, когда маленькие еще побутень, потом, когда побольше будет, они выдерживают солнце, и небольшие засухи даже. Ну, когда корни глубоко пошли, уже ничего не страшного. Какие-то настойки делают из них целебные, в Гинкобилово? Да. И препараты делают, сетевые компании занимаются распространением препаратов из Гинкобиловой. Да, для внимания. А про катальпу можешь что-то рассказать? Про катальпу? Да, скажу, как катальпа нравится. Здесь есть катальпа. Он цветет катальпа. Да, да. В любой почве растет неприхотливое дерево. Из семян можно выращивать. Всю зиму висят эти стручки. Такие они длинные стручки, и там внутри семена. Можно взять, выращивать. Ну, кто хотя бы раз в жизни сажал семена, проращивал, рассаду делал. Хоть огурцы, хоть помидоры, хоть кабачки. Тем же способом можно прорастить эти семена и этот росточек растворить. Потом меня прихватило их, видимо, морозами, что-то такое, в Смоленской области. И, ну, видимо, поховая у меня было чуть-чуть, и верхушку прихватило, и все, что-то они захворали и ушли. Да, потом я когда-нибудь только залезаю, потом внизу почка просыпается, или одна из деток становится стволом. Это не только катальпы касаются и других растений. Если они для данной местности слишком теплолюбивы, лучше таким способом сажать. Идеально, конечно, сразу осенью семя посадить, и за зиму семя запоминает этот климат. Весной или следующим летом сходит, и дерево обычно сильное. Но если не прорастают в этой почве семена, тогда приходится рассаду делать. А рассада дома выросла, или в теплице, в тепличных условиях слишком изнеженная рассада. Тогда нужно осенью, первым же снегом, такой пушистый, мягкий снег нужно закрыть полностью. Потом следующую зиму опять нужно закрыть. А когда уже вышел сугробов, растения уже сильные. Дальше уже ничего делать не надо. Снег хорошо защищает. И если дождей не было, еще полезно, если дождик прошел, но он такой короткий был, например, и скоро заморозки будут. А в замерзшую землю потом вода не впитывается. Земля даже, если замерзла, сухая земля весной, и снег тает, он по поверхности уходит, эта талая вода не впитывается в почву. Поэтому нужно, чтобы до заморозков почва была влажной. Поэтому скоро будут заморозки, например, дождик прошел, но он слабенький, например, и сразу после дождя нужно запалить. Только не сухую погоду, надо именно дождливую погоду. Его просто незадачно так хорошо пролить, много воды нужно, чтобы вода внизу шла, чтобы не сверху только вода была, чтобы на значительную глубину, насколько они идут, на такую глубину, чтобы почва ушла на зиму такой влажной. И тогда деревьями-то лучше, они лучше зимуют, и весной лучше растут. Ну а вот эта тема, что Журбина говорит, что если корешок чуть-чуть наклонен вверх, посадил я его вверх, то он же не работает, он же влагу не питает. Да, если чуть-чуть вверх он поднялся, то есть не вниз смотрит корешок, а вверх, он же не работает, дерево болеет. Правильно нужно, чтобы стержневый корень вместо, если несколько корешков, чтобы они вот так вот висели. Влунку лучше поглубже сделать, если с открытой корневой системой. А вот эта корневая шейка, это понятие такое условное, это для привитых деревьев. Потому что если прививку делают, ну агрономы обычно полтора-два сантиметра над землей, и прививка, они так выращивают плодовые деревья. А если земля выше прививки, то тривой пускает свои корни, и это дерево стремительно растет. Это еще Журбина говорит, что можно вот так вот бугор насыпать землей, дерево сажать, но он быстрее. Посадка хорбы. Да, этот способ, это очень хороший. Этот способ уже лет 50, я говорю, вот, смотри, я что узнал, он меня приводит, показывает яблони, то есть, которые посажены были еще до средства дома, то есть, где-то там 30 назад. Там холмик, да? Да, холмик. Да, правильно посажены. То есть, стало быть, не копает, а наоборот холмик, и холмик. Да, это для плодовых деревьев очень эффективный способ. Чтобы стоить было. Да, вот, хвойные можно посадить, вот, декоративные деревья некоторые, ямку можно сделать, например, и там влаги больше будет. А для плодовых лучше холмик, потому что, если, ни в коем случае, для плодовых нельзя ямку оставлять. Это для тех деревьев, которые в лесах растут. Если для плодовых деревьев, для анклостарий, там холодная вода еще весной солнце нагревает. Зимой, 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 зимой. Да, да, и, а там еще лед. И испаление есть, а корни еще, там, в мерзлоте, там, кристаллы льда, они не могут тянуть столько влаги без поля. Да, для плодовых лучше холмик, и этот холмик лучше прогревается. Если теплолюбилые растения, то нужно это снегом укрыть, этот холмик, чтобы этот холмик слишком быстро не промерз. А для хвойных обычно как, да? Да, для хвойных обычно и можно поглубже сажать. Если грунтовые воды далеко, я глубоко сажаю, верхушку только оставляю, а все дерево засыпают землей. Потом из этой верхушки дальше растущий просек, и дальше растет. Я много раз убедился, что те деревья, которые без перевивки, можно глубже сажать. А земляные сырания, подскажите, пожалуйста. Ну, этот способ дают, как земляные сараи, да, ну, по-другому тоже называют, туда деревяшки старые укладывают, да, труху и так далее. Чтобы не греют. Да, они так же, как вот навоз, греют один сезон, потом перепреют и не греют. А вот если вот варежник собрать, там деревяшки, которые не нужно положить, они меньше греют, чем навоз, но зато не сжигают. И на несколько лет хватает вот этого нагрева. Они тоже подземную часть нагревают, и за счет этого корни быстрее растут, тянут питательные вещества, там еще червей больше становится, они перегнивают, они еще удобрением одновременно являются. Этот способ дает хороший эффект. Понятно. Теперь понятно. Я пока еще слишком мало в Смоленске живу. Даже года нет. У нас еще целый час по расписанию. Но за счет того, что мы тут встретились почти за час заранее до назначенного времени, поэтому времени много, вопросы задавайте. А вот это растение, которое Вы называли, оно где используется? Это катальпа, это используется как декоративное растение и хороший медонос. Вот как хорошо цветет и дает нектар, человоды тоже, пасочники сажают катальпу. И тень хорошую создает. Листья крупные, вот многие деревья, они такие полупрозрачные, примерно половина солнечного цвета проходит. И плодовые деревья, если формировать, рекомендуется так делать, лишние ветки убирать так, чтобы половина солнечного цвета проходила сквозь крону. А у катальпы листья крупные, и в жару, когда уже большое дерево будет, очень хорошо, комфортно находиться в тени катальпы. А цветет тогда время цветения? Вот, пожалуйста. Вот в начале лета цветет здесь. Вот слева здравый. А вот это? Да, да. Вот два дерева, чуть-чуть дальше второе. Листья красивые, в форме сердечка? Говорят, что одно из волшебных деревьев. То есть и сок ее помогает сознание расширить чуть-чуть. И нахождение в ауре деревьев очень благоприятно сказывается на человека. То есть вот человек приезжал, где с ресторанчиком. А чего есть соки с листью? А? Ну, наверное, с листью. Или, может быть, из этого. Вот этого не знаю. Вот сама энергетика у катальпы сильная. Вот так вот кедр, очень сильную энергетику, знаете, имеет дуб. А катальпа помягче, чем дуб. Вот у дуба такая, может, если настроиться на дуб, почувствовать. У нее такая энергия. А от катальпы энергия такая мягкая, ласковая, одновременно сильная. Вот так вот действует на человека. И у катальпы за счет большой площади листьев очень активный идет фотосинтез. И много солнечной энергии воспринимает. И само дерево такое... Солнечное. И как это выражается, вот, и цветы, частично даже, это принятое листьями энергию, цветы даже частично излучают. Слушай, а они не седубные бобы такие вот потом снимают? Они совсем мелкие. Там не бобы, там внутри стручка, такие длинные, то ли пушицы, я не наблюдал, вот, они такой длинной формы и довольно тонкие. И то ли семя такое длинное, я с семенами еще не сажал. Я сажал, у нас растет хорошо, в Ужирамском районе. Прорастает-то сейчас. Да, схожесть. Да, схожесть, схожесть. Слушай, это хорошая. Мне саженцы дали, я саженцами посадил и расспрашивал, какие условия. Мне сразу сказали, никаких условий не надо, посадящий будет расти. Так и есть. Очень легко приживается. Я без полива посадил. Вообще-то я все деревья сажаю без полива. При посадке не поливаю. Обычно не замачиваешь. Не замачиваю. Потом еще ни разу не поливаю. Вот эти деревья, вот с северного Урала, на корнях есть микориза. Часть почвы на них держится. И если замачивать, например, какую ошибку делают. Саженцы ставят в ядро с водой. И вот это то, что есть на корнях, эта вся флора смывается. И саженец лишается этого. Лучше завернуть во влажную тряпочку или во влажный мох. Или во что-то влажное. А болтушка глининая подходит? Болтушка глининая, да, подходит. Она обволакивает. Это очень хорошо подходит. А не смывать, если просто вода, она смывает то, что там есть. А глина, она, наоборот, обволакивает и держит то, что там есть. Это даже еще лучше. Когда просит, я так вот делаю. Когда в пучки собрал, связал уже. Вот в Челябинске, когда в прошлом году 22 тысячи саженцев кедра я им отправил, и попросили, чтобы глинюю болтушку. Я взял так. Взял глины, я из Сургута отправил в транспортную компанию. Развел с водой. Туда добавил, не просто водой разбавил, а не на обычной воде развел, а вот грибы настаивал. И вот этим настоем развел глину. Смекарит. Да, и туда еще чуть-чуть почвы таежные из-под кедров добавил, размешал. И вот окунул корни, потом в мох завернул и отправил транспортную компанию. Ну, сколько было саженцам? Саженцы трехлетние, вот такой высоты. А вот эти саженцы, они двухлетние кедры я сюда привез два года назад. Они никакой прироста, вот за два года они нисколько прироста не дали. Этому только радоваться нужно, что не вершки растут, а растут корешки. Нужно, чтобы они поглубже упустили корни, а потом уже в верхний час... Укрепились. Да, а вот пихты, которые на Кавказе я посадил, сибирские пихты, на шестой год только прирост дали. Вот пять лет они какие посадил, такие и были. Я этому очень обрадовался, что корни растут. Вот из всех деревьев, если сибирские взять, у меня лучше всего пихты прижились. Может быть, от того, что у меня к ним особая любовь, особые отношения. Я родился, вырос на Урале, там больше всего пихты. Пихта, ель. А на Урале где? Свердловская область. Где Свердловская область? Нижнесвердловский район. Я сам из Ревды. Из Ревды? Да, в Ревде я бываю. Областной физкультурный диспансер. Там был советское время, не знаю, сейчас есть ли. Я туда езжу. Что-то осталось. Когда меня освободили от физкультуры, я приехал туда, взял комплекс упражнений, и за два года всех одноклассников по физкультуре обогнал. И там, в Ревде, вот в этом городе, я увидел, в этом областном физкультурном диспансере, на стене большими словами написано. Движения могут заменить все лекарства, которые существуют в мире. Какими лекарствами они лечат, это можно физическим упражнением лечить, движением. В то же время все лекарства в существующем мире не могут заменить физических упражнений. Вот это в детстве у меня еще запомнилось. Я начал больше двигаться, заниматься физкультурой и убедился в этом. Посадка деревьев получается и планете в пользу, и еще для своего здоровья тоже физическая работа. Слушай, Радя, а еще я слышал, есть деревья полезные для политики, мыльное дерево. Да, мыльное дерево, в народе так называют, это бундук двудомный. Я узнал, что растет на улицах Хайкала. Это двудомное дерево, имеет стручки, как у бобов, и внутри такие бобы. Вот и их используют в качестве мыла. И стиранный порошок, и посуду моют, и голову моют, и пену делают, и мочалку туда окунают, чтобы в бане калиться. Бунное дерево, это же я планирую себе сажать. Бунное дерево? Да, это бундук двудомный. Нужно, чтобы были и мужские, и женские деревья. А, там не сами семена, есть другие деревья, которые, эти стручки, они долгие висят, и внутри этих стручок... Ну, запланировано актерское мастерство. Через 10 минут должен подойти Максим, и это будет... Это они не планируют сажать в песок? Да, особенно орехи. Песок... Вот кедровый орех тоже я теперь в песок сажаю. Мойный это в песок? Да, да, полностью в песок. Мойный это в песок. Песок, он сыпучий, я же особо не слежу, я могу надолго уехать. Если, например, надолго уезжаю, я песок посадил, глубоко замульчировал, и спокойно уехал. Мульча держит влагу. Если все-таки мучу там продуло, ветром муча сама засохла, и начинает сохнуть, песок не дает трещин. Вот глина дает трещины, а песок, он дает только усадку, если там вокруг земля потрескалась, часть песка туда уходит. И еще, сквозь песок корни легко, хорошо проникают. Вот сквозь плотную глину тяжелее корням пробиться, а вот сквозь песок легко, куда нужно уходить. Если берем обычную землю и песок, то... Я обычно пополам с песком разбавляю. Я рассказывал, что, чтобы постепенное плодородие увеличилось, чем дальше от росточки, тем дальше плодородие, чтобы быстро растло. Это я редко так делаю. А так обычно лунку делаю туда. Вот пополам с песком разбавляю эту землю, чтобы не было. А где само семя, там только один песок. А вот я будем теперь, я вот про грушу сказал. Я в разных местах сажаю, просто вот, например, кушаю яблоко, семечко проглотил, еду за рулем. Где-то на Алтае, например, там, останавливаюсь. Посадил. Да. Прохожу лесополосу, и для явности свет нужен. Где юг, где солнце, вот за лесополосой, с самого края. Ну, подбираю там палочку, сухую ветку какую-нибудь там, поковыряю, оставляю, чуть присыпаю и дальше еду. А в некоторых местах, я себе в рабочий журнал записываю, такая трасса, такой-то километр. И через несколько лет иду туда, растет яблоня. И что я заметил, несколько яблок съел, проглотил там 20, наверное, или больше семян. Не пучком растет, вот как кедровка складывает эти орешки под мох. И там 15-20 кедров могут вот так вот пучком расти. Я тоже подумал, там много семян яблока, наверное, так и пучком могут расти. Ну, так же, как кедры, думаю, самые сильные выживут, а эти, наверное, засохнут. Да, может быть, шире будут, как большой курс, расти. Через несколько лет смотрю, один росток, одна яблоня растет, и все. Я сделал такой вывод. А было 20 кубиков? Да, там много семян было. Я же сделал, много семян этого яблока. Несколько яблок съел, их проглотил, не прожевывая все. И обычно через 5-6 часов через организм проходит. Я придерживаюсь средней, в основном сырые продукты. И поэтому, кто мясом питается, он также 20 часов может проходить пища через пищеверительный трасс. А при средней, там, несколько часов. Значит, там семена, и даже смотрю, как яблочное пюре лежит, и там семена, несколько семян видны. Присыпал землей и убедился, что, увидел визуально, что много семян там растет, одна яблоня. Сделал такой вывод, что эти семена, раз они в одном месте находятся, между собой договариваются, выбирают самого сильного, который даст самый крупный. Я думаю о крупных и сладких яблоках. Кто этим критериям, которые семена больше всего подходят, другие отдают свою энергию, и это семя одно прорастает. Вот, и я сделал такой вывод. А вот не получается, вот когда бросает, да, огрызок яблок, да, вырастает не одна, а вот сразу сколько там, 3-4. А, да, из огрызка несколько вырастает, потому что они перепонками разделены, и они еще не получили информацию. Надо же хотя бы 9 минут под языком подержать, потом между ладонями полминуты выдохнуть воздухно, и еще бастыми ногами стоять все это время на том месте, где будет произведена посадка, еще на солнце полминуты подержать. И после посадки желательно, чтобы стена не смывалась, чтобы 3 дня без полива, и хорошо, если 3 дня после этого дождя нет. И тогда они запомнили состояние организма и могут с собой договориться. А когда они этими перепонками еще разделены, у них между собой нет связи, они между собой не общаются, каждое семя само по себе, но само по себе и сходит. А если проглотить, несколько часов внутри организма семена находились, они уже впитывают состояние организма полностью, на это настраиваются. Одно дерево, оно будет крепче, чем вот эти 3-4? Ну, больше? Избирательный характер. Да. Дело не в крепче, дело в том, что заложено. Да, что заложено. А из этих вот просто огрызок посадить, скорее всего, там будет, ну, то, что бички называют, там, как горох, такие мелкие могут быть. А куда, если под языком подержать или пропустить через свой организм, там уже есть информация. И дело следует этой информации. А под языком одно семечко, а они не могут уместить? А можно горсть семян, сколько войдет. Но эффективнее все-таки через себя. Да, это как-то более естественно, я обычно так делаю. А ты здесь, в нашей зоне, в Краснодарском районе, сажал гранаты, лимоны? А нет, гранаты, лимоны еще не сажал. Гранаты, ну, их я еще мало изучил. А с лимонами я в Абхазии подробно у ситрусоводов расспрашиваю. Там есть еще такой поселок, Армянская Тара, там почти все русские живут. И туда поехали, вот, Анастасиусы, и они об этом молчат, чтобы ни в коем случае не говорить, всех инструктируют. Если сказать там про зеленые книжки, про мегреты, про поместья, боятся, что у них могут сразу вылезать оттуда. Ну, занимаются экологически чистой продукцией, вот так говоря. И мандарины, апельсины, грибфруты, лимоны, их настолько, эти цитрусоводы, приучили к химии, подкормкам. Они без этих подкормок полностью, просто погибают. И они все привитые. И они так делают. С каждым годом, с каждым сезоном эту подкормку уменьшают, уменьшают. И в течение нескольких десятилетий, наверное, достигнут того результата, что они уже без подкормки будут продолжать расти и плавные сеть. Вот, раз такие условия им специально создают, я просто им не занялся. Но, хочу перенять опыт Зепа Хольцера, у него же растут мандарины. Там место называют Австрийской Сибирь, поезд по сугрому ходит до двух метров, бывает сугробы. Если там и гранат растет, значит, можно виноград тоже. Вот мушмула очень хорошо, легко прорастает. Вот, семя мушмулы. Обычно в горшки сажают, вот, кушали и сразу в горшок семя, оно прорастает. Вот, обычно полметра, вот такой вот большой горшок или ведро. Но, если таким способом сажать, лучше так делать. Что-то такое нужно, или крапивную ткань, но крапивную ткань еще, не знаю, делает ли кто. То, что в почве быстро не гниет, несколько лет не гниет, нужно взять. 15, 31. Все, пора. И вот это вот положить, и вот как мы армировать, вот эту почву посадить, и это, и получается, не рассыпается почва. Вот, можно вот это вытащить, лунку сделать, посадить, и вот почва сохраняется. Вот, лучше это не все. Я в горшки, когда сажаю, туда волокна добавляю, что-нибудь. Ну, обычно, то, что при строительстве используют, из-за льна, это отходы льняного производства, как называется это, пакля. Вот, я паклю вот так вот разрываю и добавляю в почву паклю. Размешиваю с паклей, и тогда армированная эта почва сохраняет свою форму. Одинно поливаю перед посадкой, потом даю подсохнуть. Уменьшается в объеме, между стенками горшка и почвой образуется щель, легко оттуда вынимается. И вот в форме горшка спокойно ставлю лунку и засыпаю. И чуть выше поверхности еще. И через вот эту структуру и корни дальше хорошо приходят. Но если там корни сильно разрослись, и их опускаю вниз, вниз направляю, куда попало, пошли, их вниз направляю, лунку побольше делаю, чтобы корни вниз пашли. Рай, а ты говорил, а потом, что там, 9 минут на языком, потом на солнце, там, и все, как я делаю, там, это книги описаны? Да, это книги, книги описаны. В первой книге возьми Анастасию, перечитай, там найдешь. Благодарю за внимание. Если есть желание пойти практически в отсад, можем сходить, посадить. Истребица нас заставит, истребица нас заставит, истребица нас заставит, еще меня разрешит. Спасибо. 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 Спасибо.